Диалог, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяце. Первая карта для вас – это Десятка мечей. Десятка мечей говорит о том, что вы, может быть, уже в начале месяца после какой-то предательства, может, какое-то разочарование, да, или это уже в начале месяца, может, вы узнаете какую-то правду, и для вас, знаете, эта правда будет от человека, которого вы не ожидали, да, и вы будете расстроены, да, будете понимать, что человек как вас предал. Вот постарайтесь, да, даже на сегодняшний день, да, обращать внимание, кто у вас рядом, да, с кем вы общаетесь. Давайте посмотрим следующая карта для вас – карта суда. Карта суда, те, которые после какой-то предательства, после разрыва отношений, после каких-то ситуаций тяжёлых, да, какие-то перемены, здесь идёт как бы возобновление, да, у вас идёт, знаете, когда человек горит дотла и возобновится заново, да, когда у человека идёт обнуление, да, человек начинает чего-то с чистого листва, да, здесь по суду, здесь может для некоторых, может быть, касаться какие-то документы, да, которые будут не в вашу пользу, да, и для вас это будет, ну, как бы вы будете разочарованы. Давайте посмотрим следующая карта – тройка Пентакли. Тройка Пентакли, одинокие, мои дорогие, у вас в начале месяца июня – это тот момент, да, тот период, когда вы можете сделать повышение вашей квалификации, да, повышение ваших знаний, да, вкладывание что-то для себя, может быть, чем вы занимаете, ещё что-то дополнительное, да, это как тот период, когда вы можете спокойно, да, вкладывать себя. Высшие силы дают вам эту возможность и после что-то, то, что, как бы, потеряли, да, изменилось в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине для вас – это карта влюблённых. Карта влюблённые, да, одинокие, да, могут здесь быть встреча, может быть, какое-то общение для вас, да, для вас может быть, да, такая встреча, когда вот уже в середине у вас будет, да, происходить такое общение, да, тёплое, да, вы будете открыть, да, рассказывать, да, про себя. Мои дорогие, здесь ещё карта говорит о том, что в середине месяца вы должны делать какой-то выбор, да, сделать какие-то правильные шаги. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине – это карта силы. Высшие силы из суд выходят, да, старшие арканы, они на вашей стороне, да, высшие силы, они вас будут, это уже на середине, да, вас поддерживают. Они могут быть для некоторой, да, может, даст человека для отношений, да, да, после того, что человек страдал, да, после того, что человека предали, да, высшие силы подарят нового человека, да, новые какие-то возможности общения, да, разговоры, да, для того, чтобы вы встретили такого человека. Давайте посмотрим следующая карта для вас – это рыцарь жезлов. Вот у вас, знаете, такое состояние, что вы как будто постоянно себя чувствуете, какие-то проходите жизненные уроки, да, у вас как будто вы это даже можете всегда говорить, устали, да, сколько можно, да, потому что каждый раз какой-то урок, каждый раз какие-то испытания, да, но самое главное даже то, что горите изнутри, даже то, что вы, да, как говорит, огонь под вашими ногами, не нужно отпускать руки, да, всё-таки нужно бороться, идти дальше, идти к своим цели, идти к своём, о чём вы мечтаете и желаете. Давайте посмотрим следующая карта для вас на конец месяца – это двойка мечей. Самое главное – не закрываться. Самое главное, да, не входить в тупик, да, что у вас ничего не получится, да, что вы не можете доверять кому-то ещё что-то. Самое главное – знаете, высшие силы, а мне могут вам подарить нового человека, но если всё-таки вы будете закрываться, да, знаете, как постучать в дверь, никто не откроет дверь, и так и обратно, да, могут уйти. Давайте посмотрим следующая карта для вас на конец месяца – это карта смерти. Карта для некоторых проходит какую-то трансформацию, для некоторых это завершение, закрывает какой-то период и начинание чего-то нового, да, это самое главное, что у вас идёт возобновление, да, возрождение, да, вы как-то для некоторых как-то, как я сказала, вот, мне эта карта всегда нравится, говорит карта суда, когда человек научится делать первые шаги, это ребёнок делает первые шаги, так и в вашей жизни, да, но всё-таки как будто в конце вы закрываете, вы боитесь. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советует. Четвёрка жезлов. Дайте возможности, да, я хочу сказать, те, которые одиноки, да, здесь могут быть встречи, да, высшие силы подарят вам встречу, да, с человеком, с новым человеком, то дайте себе возможности общаться, поговорить, да, не закрываться, да, постараться, да, дать ту, даже гармонизации, да, себя, дать вот это спокойствие, удовольствие самого себя. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новое видео, подписываемся на YouTube в канале.